Привет всем, с вами снова Денис Рим, компания Дестакар Автомобиль из Германии. Сегодня мы с нашим лакокрасочным прибором и всеми остальными диагностическими приборами проверяем BMW 540d дизельный автомобиль двадцатого года с пробегом восемьдесят пять тысяч километров. Посмотрим, что предоставляет нам дилер. Внимание, на экран! Проверяем автомобиль на ошибки. Используем мы BMW Explorer для того, чтобы проверить нет ли у него скрученного пробега данного товарища. Пробег у нас на данном этапе сейчас восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать четыре километра и номер вижу вижу пробег 8 2020 1 дата постройки автомобиля все это видим мы за всем следим потом лакокрасочно вообще ушка тачка мне нравится дерево здесь я считаю либо дерево либо карбон алюминий такое мне нравится черный пиано просто лак type-c зарядка 2020 год все-таки и приложение работает здесь достаточно круто и также можно подключить ключ digital key это ключ со смартфона добавляешь его в себе в и валит и валит и валит то есть телефон открыл машину положил сюда телефон и поехал есть небольшие ошибки но пока у нас пробег восемьдесят четыре восемьсот двадцать два видео и по дизель электроник д д е есть ошибки как это не прискорбно они есть всегда если ошибки есть это что значит значит ошибки не стирая стекло нас 22 года меняли стекло черный потолок сиденье с обдувом с подогревом комфортные и с функцией массажа пока читают мы здесь посмотрим давайте посмотрим сколько у него по сервисам сервис мы смотрим парцию статус у нас горит все зеленым значит на машине на данном этапе делать ничего не надо заходим сервис у нас масло через 22 тысячи чек через 20 22 тысячи тормозная жидкость в восьмом месяце двадцать пятого года и техосмотр тоже в двадцать пятом году сервисная история заходим смотрим сюда у нас тоже все зеленым бывает желтая бывает красная красным я вообще машина не покупаю в желтом нужно смотреть если например горит что здесь желтый окей кому может быть что например тормозную жидкость поменяли на три месяца позже ну как бы ну и пускай не страшно а так по сути ничего страшного то есть смотришь по сервисам по сервисам все окей масло на деле делали при 77 тысячах 736 километров а значит за машиной ухаживали у ухаживали за не у официального дилера а значит делали все по регламенту делали все апдейты и отзывные кампании это хорошо то есть первые три года автомобиль обслуживался так что же 4 до 4 по камерам постоянно есть ошибки вот так это выглядит моторе ошибки body есть как обычно ошибка связанная с аккумулятором камера камера как всегда была закрыта скорее всего или там что-то попала на нее грязь и ослеплена но инвалид транслян работает это как у нас сейчас боевые 330 у него выдает и когда читаешь ошибки у тебя выдает вот эти вот эти кнопки вот за этими кнопками ну то есть полностью вся система кнопок выдает ошибку они работают и включают все работает но здесь она выдает ошибку по кончине и все и они работают здесь ошибка стираешь удаляешь все равно она остается стираешь удаляешь у тебя вся дверь работает все кнопки амбиент абсолютно все работает но ошибку выдает именно по этим кнопочкам вот и все они работают на столе он лежат бмв вот так вот отбор в руки нате поставить потому что мы не успеваем я с утра ошибки для того чтобы позже посмотреть остались но это унтервольтаж это ошибки по аккумулятору они у каждого у каждого автомобиля который стоит автосалоне есть эти ошибки запомните это и когда ты подключаешь свою диагностику или такую диагностику как карли который тебе скажет very bad car very bad don't buy don't buy don't buy disc car завершение работы мы прочитали посмотрели пробег пробег оригинальный все поехали дальше босс кстати реклама босс небольшая минуточка реклама купил себе костюм выглядит шикарно две стирки вот такая вот так вот я и хожу вот вот смотрите нужно пойти на какую-то бизнес встречу обязательно вот так вот ходить вот так я вот специально чтобы она так болталась хвостик осла ну как вот одна стирка 2 ok 2 стирки было эти тоже уже скоро разлетятся ну короче по шнуркам вопрос есть а так костюмчик прикольно мягкий хорош без всяких вот этих вот аккумуляторов проводов залил чистейший пахучий дизель как настоящий бочек папа папа колес подворачивается у братан у тебя еще и колеса подворачиваться это же вообще пушка вот это вещь короче я кайфанул от 540 больше даже чем от x6 и я что хочу сказать мое личное мнение лучше бы я взял бмв семерку чем x6 бмв семерку а8 audi a8 либо mercedes s-класса чем какой-то паркетник для германии они здесь не нужны если тебе не нужно таскать какие-то прицепы коней яхты и также яхты и все остальное утащит ваша s-класса сто процентов берешь форматики и погнал не едет кайф буква м на цифровой панели выглядит замечательно это едешь . 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 оттуда когда 336 лошадей дизельных мощных короче едет тачка просто пушка расход у него восемь с половиной литров это старый добрый дизель который я так люблю класс за перещал что-то чтобы у нее включилась и рестанье как выглядит листа рестанье после того как вышла рестанье немножко на дорест смотреть так не очень потому что этот выглядит намного круче его линии очертания и прочее выглядят просто пушка фары стали меньше особенно лазерный лазерный фар отличается тем что увидите голубые вот эти вставки и настоящий боец для немецких автобанов выехал газ надавил улетел куда-нибудь берлин и вернулся обратно . кайф реально для работы спортивный подтянутый парень или даже не парень это мужчина я бы сказал в пиджаке автомобиль у нас на двадцатых двести сорок пять тридцать пять двадцать двадцатый диски сзади у нас 275 30 на 20 профиля еще достаточно дизель соответственно смачивины как это всегда идет тонировочка shadow line все как надо люка этого нет машина прям под меня сделано сюда бы счет доводчики дверей было бы вообще кто еще круто если ты дверь не дозакрыл тебя будет так моргать тэнт 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 с кратно любая дверь который будет как бы так моргать и ночью это видно и сразу перестала dance 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 ассистенты дальний свет лазерный и столько ночного виде нет представил конечно новая система digital key все движения приложения да но по фишкам если честно только чувствую что здесь вот ключ карточка с телефона и digital key добавился а так по сути у тебя все то же самое массаж тут есть да 207 горит синим это значит что что это значит хочу спросить моих подписчиков что это значит почему же здесь синим горит прибор то 207 183 196 187 170 230 194 220 208 230 219 209 198 215 196 кто не верит 205 200 сейчас неровно стал где 188 207 199 200 действие 91 200 200 14 192 222 224 и теперь внимание на экран проемы самое главное 114 153 128 139 обязательно смотрим наклейку проверяем вот эти все где не знаю мне смотрю видео когда подходит машине дверь открывает вот эту резинку такие ход поснимают если там резинка с завода приклеена ты попробую отсюда снять 170 120 дети штанг тут неправильно поставлен не ровно чуть 105 наклейка вин кода проверяем ее наклеена действительно ли это оригинал либо она может криво как-то наклеена неправильно потому что были у нас и такие наклейки и это даже делать боевые дилеры когда смывается наклейка при химии у нас были такие или керхером она сбивается тогда переклеивают наклейку клеит ее криво тоже бывает видели да где-то примерно 120 110 у вас у нас проемы в общем что это значит уважаемые друзья уважаемые друзья коллеги и подписчики и смотрящие и зрители нашего канала и не только нашего и других каналов автомобиль с двойным слоем краски и когда покупаешь этот авто если ты покупаешь его здесь и покупаешь его у дилера то у тебя в документах стоит двойной слой краски двойной слой краски значит что автомобиль красили с завода двойным слоем или слоем толще и у бмв это встречается крайне часто я сказал каждый 15 автомобилю бмв с двойным слоем плохо это или хорошо если бы я покупал себе автомобиль я бы сказал как круто что у него двойной слой краски потому что слой толще царапины можно удалять и не бояться за то что сделаешь пропивы а это автомобиль автомобиль используется автомобиль а будет царапаться прилетать сколы с покрасками определились двойной слой ничего страшного едем дальше какой кайфовый я еду в этом автомобиле мне только не хватает если включить вот так вот это вот это сотку кресло потому что само сиденье оно такое кайфовое оно такое удобное сверху тебя такой автомобиль действительно длинное расстояние ты заправил туда эти 80 литров тебе ухватит где-то на тысячу километров туда сюда сюда приехал здесь порешал успеваю только менять резину и потому что это не электричка а если это не электричка соответственно тормоза менять нужно чаще просто кайф вот она сбитая она не жесткая она не мягкая она вот она вот как раз а я еще на спорте включить его на комфорт сразу машины другая становится кай бмв лайк однозначно кайфовая машина лимузинчик я бы знаешь что еще двойное остекление сюда кстати на аукционе нас обманули до обман жесткий обман смотришь сюда а здесь нет лейбы харман кардон а я когда смотрел лист харман был а тут нет хармана камера 360 и я уже говорил что папа будет выезжать еще включил будет выезжать 25 метров точно также назад а нам это надо парк ассистент есть ну едет едет 2 вау 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 300 дизельных лошадей это кайф друзьям и это кайф давно не зоны дизельных нет дизельных контурок снизу прям пошел срочной хотелось бы поддернуться хата та 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 короче дрифт это это жесть это не занимайтесь дрифтом это затягивает просто конкретно на любом автомобиле едешь и ты видишь эту конфигурацию как тебе нужно проехать сейчас немного хотел поговорить о режиме езды это эко про комфорт и спорт когда ты едешь в эко про и комфорт у тебя зад автомобиля так вот прыгать как будто амортизаторы пустые включаешь его в спорт сразу становится машина жесткая нету такого качения переключаешь режим эко про и ты чувствуешь такое ощущение как будто тебя машина начинает подталкивать сама тебе не нужно так на педаль давить она катится долго 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 не так как в комфорте комфорт переключаешь она сразу как бы основной она начинает тормозить скорее всего как рекуперация потому что здесь тоже 48 вольтовая установка стоит и спорт спорт это вообще прям сразу машина становится агрессивной четкая резкая также как и спорт можешь подключить sport плюс и может включить именно два и индивидуала в индивидуалы ты можешь конфигурировать например ты можешь сделать амортизаторы в спорт руль спорт мотор спорт коробки спорт ты можешь мотор например убрать не спорта просто в комфорт или коробку убрать комфорт и И тогда у тебя будет экономичная езда, у тебя будет панель показываться как в спорте, с красными элементами. Подвеска будет жесткая, руль будет жесткий. Но ты не будешь тратить солярку, если мы говорим об экономии, так как в спорт режиме. То есть ты будешь ехать нормально, коробка будет переключаться на низких режимах, на низких оборотах. Не будет давить его до 4-5 тысяч. То есть ты будешь ехать как в комфорте, будешь машину чувствовать как в спорте, но экономично. По расходу. Сейчас смотрел информацию автомобиля, данный поездок, и с завода у нас средний расход 8 литров. 8 литров при средней скорости 75 км в час. А 75 км в час, если средняя скорость, то этот автомобиль ездил на дальнее расстояние и был постоянно на автобане. Потому что в городе средняя скорость у вас 35, максимум 40 км в час, а то и 20. То есть мы можем четко сказать, что данный автомобиль ездил в Мюнхен-Берлин, Берлин-Франкфурт, но такие расстояния он мотался. Ну а она в принципе расположена для этого, для длинных поездок. Она мощная, у нее там 300 плюс лошадей. Она дизельная, она экономичная, она на комфортное сидение. Она со всеми ассистентами сел, вырубил музыку и поехал. А музыки же нет, Хармонтон. Без музыки, с дальним светом, включил дальний свет лазерный и поехал. И ты такой на М-пакете, на синем автомобиле, красиво выглядит, все четко. Ну и это BMW, это стиль, детка. Так что это BMW. Подключил я BMW к App BMW или My BMW и подключил дигитальный ключ. Цифровой, так сказать. Можно подходить теперь без ключей, это достаточно так и удобно, когда ты забыл ключи от автомобиля, и тебе нужно просто попасть в автомобиль. Включаешь себе и валет, у тебя добавляется карточка твоего BMW, подходишь к машине, прислоняешь, она тебя считывает и открываешь просто автомобиль. Кидаешь телефон в среднюю консоль, там где ему положено под ключ. Автомобиль стартует и ты можешь поехать. Это достаточно удобно. Действительно, когда ключ, знаешь, ты где-то ай, с телефоном поеду. Вот так вот. Это, конечно, не Тесла, когда она у тебя в кармане, и ты подходишь к машине, открывается. Но я, скорее всего, думаю, что так даже безопаснее и лучше. Автомобиль мне крайне понравился. Едет четко, кайфово, 250 кВт. Давит тебя в сидушку. Твоя пятая точка радуется. Это все едет, и ты кайфуешь от этого. Серьезный, солидный автомобиль. Есть пару царапин, вмятин, бушка. 80, все-таки 5000 пробега, 74 уже с чем-то. Я уже наездил около 400 км на данном автомобиле. Мне зашел. А теперь посмотрим, что такое рестайл и дорестайл. Хочу представить вашему вниманию два представителя БВ540. Это дорестайл, это рестайлинговый автомобиль. И посмотреть внешние отличия автомобилей. Сейчас рассмотрим переднюю часть автомобиля. Фары стали немного уже. Бампер стал более угловатый. Здесь он такой округлый. Здесь углы появились. Этот автомобиль, я считаю, что выглядит лучше. Опять же, дело вкуса. Кому-то нравится старый, кому-то нравится новый. Мне, мое личное мнение, что этот стал такой зализанный, красивый, приятный. И бампер изменился. Снизу появились электрические жалюзи. Нижние жалюзи. Верхние стали. Решетка радиатора стала чуть больше. И нижние электрические жалюзи, если вы обратите внимание, то появились снизу. Это снаружи перед. Середина автомобиля или боковые части практически не изменились. Зеркала не одинаковые. Даже пороги практически одинаковые. Там не увидишь ничего. А теперь рассмотрим заднюю часть автомобиля. Я считаю, что крышка багажника здесь даже не изменилась. Четко видно, что изменились фары. Бампер стал здесь чуть-чуть повыше. Вот эта линия. А остальное, по сути, ничего не изменилось. Даже диффузор нижний, они очень похожи. И также выхлоп похож. Вот реально не изменилась крышка багажника. Такое ощущение, что действительно не изменилась. Все те же линии, все тот же изгиб. Все один в один. То есть фонари стали чуть другие. Бампер стал чуть другой. И по сути все. Но выглядит более, ну так, если бы по-молодежному, не знаю, как-то свежее. Мне вот это больше нравится. Разом один диод на всю фару здесь поналепили, понамутили, что-то там. И так, и так, и катафоты кругом. Ну, как-то так. Мне тут больше нравится. И вообще, когда появились рестайлинговые, я такой, да, класс. Чуть-чуть перед, чуть-чуть зад и все. Здесь практически все то же самое. Ничего абсолютно. Даже ручки те же самые. Две. Закрываются. Одинаково. Вот такие BMW. Спасибо вам. С вами был Денис Рем. Денис Рем. Субтитры подогнал «Симон»